Подвигу народа жить в веках. Так назвали свою творческую программу преподаватель истории и студенты Краснодарского кооперативного техникума. В ней они рассказали о войне в стихах и песнях. Эту программу они готовили с особым трепетным чувством. У каждого, от преподавателя до студента, есть свой повод сказать «нет войне» и «да мирному небу». И у всех вместе есть безусловная причина выразить безмерную благодарность тем, кто 70 лет назад освободил родную землю от врага. Это мой долг перед моей бабушкой, который я должна выполнить. Я должна каждый год думать о том, что проходит праздник 23 февраля, 9 мая, Афганская война. Это и есть наша работа историков гражданско-патриотического воспитания. Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! Он плачет и капли сдержать не может дрожить. Эти стихи и песни они собирали, перелистав множество литературы о Великой Отечественной войне, подыскивая произведения, которые бы особенно ярко и правдиво рассказали о ней. По время подготовки этого мероприятия я узнала больше из истории войны. Я учила очень проникновенные стихи, которые помогли мне больше прочувствовать весь тот ужас, который происходил на войне. И я очень благодарна тем поколениям за то, что сейчас мы живем в мире под мирным небом. Дети войны набивались текущи открытые. Дети войны хоронили текущи убитые. И когда я забыть не смогу, крошки хлеба на белом снегу. Крошки хлеба на белом снегу. Равный равным. Этот принцип, когда участники программы рассказывают о войне своим сверстникам, действует наверняка. Это как будто приятельское общение, только на очень важные, серьезные и даже святые темы. Жди меня, и я вернусь всем свертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданиям своей не спасла меня. Для многих горечь войны особенно понятно, поскольку уже и отцы молодых ребят побывали в горячих точках или стали участниками локальных войн. Мой отец сам прошел Чеченскую войну, и он не рассказывает немного об этом, говорит, что рано мне еще об этом знать. Мама рассказывала, что он после войны долго не спал ночами. Мы знаем, что такое война, и я от всей души желаю, чтобы никогда на нашей земле вообще не было ни войн, ни каких-то там трагедий. Я за родину стою, чтоб ты, сынок, счастливый рос. Ты дочурку нежно от меня подзумуй, она же еще не понимает, кто все. Дай Бог, чтобы в памяти ее отрезать в эту жизнь. Все, все. К сожалению, есть среди участников мероприятия и те, кто не понаслышке знает, что такое бомбежки и что такое война. Кристина родом из Донецка. Разбомбили все, абсолютно. Я просто видела, когда фотографии, у меня аж слезы наворачиваются, потому что я вижу все эти места родные. И, ну, представляю, что больше этого нет. Вот это самое больное видеть. Поэтому, говорили молодые, так важно чтить память отдавших жизни за мир на земле. И так необходимо сохранить этот мир. Песня твоего ручья, слышу я полосы дна, и между строчек сидит на дочек. Татьяна Шуляцкая, Артем Кузьмин. События и люди.